Добрый день, мои дорогие любители вязания! Я рада приветствовать вас на своем канале вязания от Ангелины Азимок. Добрый день! Сегодня хочу показать вам продолжение платья. Кокетку мы в прошлый раз вязали. Учились провязывать горловину, пройму. Сделали обвязку красивую со всех сторон. Теперь наша задача вязать платье филейное вниз. Вязать платье, по бокам делать маркерами, где у нас отмечены ровно боковинки. Мы будем здесь каждые 10 рядов делать прибавления. Я покажу как. И формировать наш узор рисунок. Так как мы вяжем платье сверху вниз, значит мы переворачиваем работу. Мы переворачиваем нашу схему. Вяжем не таким образом, а вот таким. Я буду вам показывать, как мы заполняем филейные клетки. И почему мы поворачиваем в каждом ряду. Вот смотрите, довязали рядочек. И обязательно нужно поворачивать. Почему? Потому что саму пройму мы вязали поворотными рядами. Когда туда-обратно спиночку мы вяжем. И если все время вязать лицевыми круговыми, то разница здесь и разница там на платье будет большая. Столбики будут разные. Это будет некрасиво. Поэтому считается, что поворотными рядами вязание получается более ровным и аккуратным. Поэтому я вам советую вязать всегда поворотными рядами. Давайте попробуем. И вот мы продолжаем вязать наше филейное платье. Здесь вот видно, что я провязала. Есть отличия, да? Даже по цвету отличается. Здесь уже проглажено. Здесь еще вот только-только я вязала ряды. Смотрите, если, как правило, платье, филейное вязание вяжется всегда снизу вверх. Здесь такая моделька, которая постоянно по бокам будет расширяться. И поэтому она вяжется сверху вниз. То есть мы читаем схему, отмечая красными точками. И мы ее читаем, переворачиваем и начинаем вязать в обратную сторону. Повторяя весь наш узор филейный. Дошли до того момента, где есть расширение. Я хочу показать, как расширение филейного вязания вяжется. Вот, смотрите, мы подходим. Во-первых, я бы хотела показать, что такое поворотные ряды. Мы вяжем по кругу. Вяжем по кругу. Довязываем до края. Вот. Делаем 2, 3, 4 воздушные петли. И поворачиваем вязание в обратную сторону. То есть мы не вяжем по кругу, мы вяжем в обратную сторону. Вот. Узор у нас позволяет это делать, потому что узор, он одинаковый. Что с одной стороны, абсолютно симметричный. Что с другой стороны. И это можно сделать. Вот. Повернули и начали вязать в обратную сторону. Но не забываем, что по центру, по бокам будем делать увеличение. Каким образом? Вот, смотрите, мы связали 4 воздушные петли. И по плану мы должны вязать дальше. Да, вот так. А мы сначала сделаем прибавку. То есть в то же самое место вкалывания. Мы провязываем нашу клеточку. Вот она будет такая. Вот. Как треугольничек. Делаем еще одну воздушную петлю. И теперь только мы делаем, вяжем столбик. Клеточку. То есть у нас получилось 2 клеточки. У нас получилось 2 клеточки. Получается, каждые 10 рядов мы будем добавлять по одной клетке. По бокам. А здесь мы будем вязать так, как оно есть. Давайте посмотрим наш узорчик. Разберемся, что такое, как вообще вязать филейное вязание. Я отметила красными, красной ручкой, те клеточки, которые мы провязываем пустыми. Черные отмечены клеточки, которые мы будем вязать заполнением. И опять, да. Вот. У нас идет здесь красные клетки. Потом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть заполненных клеток. Вот. Мы по этой схеме берем и провязываем. Здесь, смотрите, у нас как получается. Вот этот наш шовчик, эту петлю нам нужно было в любом случае прибавить. А здесь по рисунку идет петля заполненная. То есть мы ее заполняем. Как заполняем? Два столбика с одной вершиной. И столбик в столбик. И здесь тоже самое. Вот наша клеточка. Раз, столбик. Два, столбик. И сам по себе столбик. Вот в эти два места вкалывания мы вкалываем в разные места. Вот. А вершину вяжем. Одну. И столбик. Тоже вычисляем. И вот таким образом, если вязать, в две вершины, внизу, одна вершина вверху, заполнение клеточки филейной получается более заполненной. И смотрится очень красиво вначале она. Может быть вас смущать. Но после ВТО, что такое ВТО? Это проглаживание. Обработка. Утюгом, влажным паром. Вот. Мы провязываем по рисунку. Все наши клеточки. Смотрим, что у нас дальше идет. Раз, два, три, четыре, пять пустых клеточек идет. Потом четыре заполнены. Пять пустых давайте посмотрим. Мы вяжем клетка в клетку. Столбик в столбик. С одной воздушной петлей. Два. Три. Четыре. И здесь, где у нас клеточка была заполненная, в этом ряду она у нас пустая будет. То есть вот две, два столбика внутри. Но мы их не трогаем, мы их пропускаем. Мы вяжем вот такую филейную пустую клеточку. Вот. По рисунку. У нас идут четыре заполненных. То есть мы находим наши клетки. И провязываем по два столбика. Одна клетка у нас. Разные места вкалывания. И с одной стороны, и с поворотной. Поворотными. С поворотными мы с вами рядами уже решили, как мы делаем, да? Вот. У нас здесь с вами должно быть по рисунку четыре филейных квадрата. У нас три. Вяжем один, два, общая вершина. И третий. Дальше по рисунку филейный квадрат. Филейный квадрат это просто воздушная петля и столбик с одним накидом. Дальше у нас идет заполненный. Два филейных квадрата пустых. Вот таким образом мы с вами провязываем, отмечая каждую, смотрите, каждую клеточку. Вот. Мы сейчас с вами провязали пять пустых, четыре заполненных, одну пустую, одну заполненную, две пустых. Сейчас у нас будет три заполненных. Вот они у нас идут. Две пустых, три заполненных. Вот раз, два, три. Надо смотреть каждую клеточку, держать перед собой схему. Обязательно распечатайте ее, чтобы у вас она была перед глазами. Если вам удобно с компьютером, можно, конечно, с компьютером. Вязать. Я вяжу всегда на листочке, мне удобно отмечать ряды и смотреть не на электронное табло, а на бумагу. Мне кажется, что вот так глаза устают меньше. Вот. Три у нас заполненных идут. Три пустых клеточки. Пустая клеточка, еще разочек. Это воздушные петли, столбик с одним накидом. Воздушные петли, столбик с одним накидом. И вот таким вот несложным образом мы заполняем наши клеточки по рисунку, так как они у нас нарисованы по схеме. И каждые 10 рядов, каждые 10 рядов по бокам мы добавляем по одному с одной стороны квадратику и с другой стороны. И вот здесь вот идут у нас все время прибавки. Горловину, вырез мы, пройму связали. Теперь наша задача вязать просто вниз по рисунку. Узор этот я выложила. Он у меня есть и в Одноклассниках, и в ВКонтакте. Вот. Поэтому присоединяйтесь. Давайте повяжем вместе. Филейное вязание, это очень красиво. Всем приятного просмотра.